Можно вот эти формулы, которые я сейчас написал, чуть-чуть изменить, а именно взять и написать сюда любое положительное число x. Тогда понятно, что у нас здесь в один вид x. Тогда здесь у нас ложитель x в квадрат, здесь x в куб, здесь x в четвертый и так далее. Пойдем сюда. Здесь у нас будет не единица, а x, здесь у нас будет x в квадрат, здесь будет x в кубе, здесь x в четвертый и так до бесконечности. Значит, на самом деле величина, а, кстати, она у нас сегодня уже была, помните, какая штука? Да. Вот, в предположительном значении, да? И она у нас, как помните, она обозначалась x в x. Она у нас обозначалась x в x. Так вот, эта самая величина совершенно замечательным образом разлагается в ряду. Давайте я его напишу. Это одна из главных вообще формул математического анализа. Потому что это удивительно простой и удивительно важный ряд. Поехали, посадить. Значит, x в кубе деленное на 6, x в четвертый разделить на 24, x в пятый разделить на 120, x в шестой разделить на 720 и так далее до бесконечности. То есть, это есть сумма, взятая по всем неотрицательным целым числам. Таких выражений, значит, надо взять x в кубе степени разделить на k в пятый раздел. Вот что такое экспонент. Так вот, если честно, эта формула верна всегда. Не только для положительных в x, но и для отрицательных, и более того, эта формула верна даже для случая, когда число x является любым комплексным числом. Более того, понятие логарифма то же самое. Можно брать логарифм совершенно необязательно только от положительного числа. Вот я вам сказал, что логарифм это площадь вот такой приборы. Отлично. Оказывается, что можно брать, например, логарифм от числа минус 1. Вот интересно, чем равен логарифм от минус 1? Еще интереснее, чему равен логарифм от числа минус 1? И вообще, что это за жутка? Поднимите руки, кто знает из присутствующих, что такое логарифм числа 1? Ага, никто не знал. Хорошо, тогда следующий вопрос. Кто знает, что такое комплексное число? Нет, я знаю, что было. Как определяется алгоритм, какие-то значения. Так, у нас где-то четвертая часть народа знает, что такое комплексное число. А как определяется? Отделяется как интеграл в какой-то приводной комплексной плоскости. Ага, которая соединяет точку 1 с точкой И. С точкой И. Ну, там будет зависеть от того, сколько раз. Да. Значит, ребят, давайте не буду говорить все-таки про комплексные числа, иначе как бы. А давайте я лучше займусь сейчас следующим. Значит, формула настолько замечательная, что ее нужно немножко обсудить. Хотя бы сначала для чисел веществ. Например, потому что потом все равно, ну, ровно то же самое, для комплекса числа можно сделать, потому что никакой разницы совершенно нет. Итак, у меня есть вот этот 1 плюс x плюс x клаверат, когда я сейчас докажу вам очень забавное слово. Что бывает, когда экспоненту от x умножаешь на экспоненту от y. Интересно, вы можете догадаться? Будет экспонент от x плюс x клаверат, совершенно нет. Оказывается, это не просто легко, а очень легко, вот оказывается. И более того, оказывается при этом совершенно даже не обязательно помнить, откуда эта экспонента возникла. То есть возникла она, конечно, у нас там центральные алгоритмы и так далее, и так далее. Но на самом деле просто доказать вообще ничем не пользуюсь. Рассказываю. Вот пишите 1, пишите x, пишите x квадрат в полам, x кубе разделить на 6, x четвертый разделить на 24, x пятый разделить на 120, ну и так далее. А здесь, понятное дело, пишите другие алгоритмы. 1, y, y в квадрат в полам, y на 6, y в четвертый на 24, y в пятый на 120, y в шестой на 720 и так далее. А после этого, понятно, в каждую клеточку, потому что если мы решили умножать одну сумму на другую, то нужно в каждую клеточку написать соответствующее произведение. И после этого все сложить. Сейчас увидим, до чего же это оказывается просто. Потом я пишу формулой, но сейчас это не так. 1х1, 1. 1 умножить на x, 1 умножить на x квадрат в полам. В общем так, на 1 умножать, это на единицу умножать проще всего, правда? Вот. Написал. Теперь умножаю здесь, y на единицу, y в квадрат в полам, y на 6, y в четвертый на 12, в общем все понятно. На единицу умножать действительно не так. Так, теперь здесь x умножить на y, это xy. x квадрат пополам умножить на y. Здесь x умножить на y в квадрат в полам. Здесь x квадрат в полам, y разделить на 6. Ребята, ну и так далее. Теперь давайте поймем, как это складывать. Посмотрите. Вот так. Это единица. Это x плюс y. А теперь давайте посмотрим, что это такое. Если одну вторую вынести, то получится 1 вторая от чего, интересно? От x квадрат плюс 2x, y плюс y квадрат. А это что? А это x плюс y квадрат. Понятно? Теперь давайте посмотрим, что будет здесь вот так складывать. Одну шестую выносишь за скобку. В скобке у нас получается x в какой-то там кубе, 3x квадрат y, 3x y квадрат y. Это как раз x плюс y в кубе, деленное на 6. Ну, господа, если вы приглядитесь, то здесь будет x квадрат y квадрат разделить на 2х 2, а здесь будет x умножить на y квадрат разделить на 6. И это будет что? Это будет следующее. Ну и так далее. Теперь как это записать при помощи таких сумм? Сумма k нуля в бесконечности, x квадрат разделить на k квадрат умножается на сумму y в m разделить на m в катериал. m тоже такое неотрицательное число. Что это будет такое? Это будет сумма по всем числам k и m неотрицательное. А здесь будет выражение. x в катой степени умножить на y в m разделить на k квадрат и на m в катериал. Ну, замечательно. Теперь давайте смотреть, как бы это записать по-другому. Сумму k плюс m обозначим новой буквы. Тогда будет вот что такое? Сумма по всем неотрицательным числам n. А вот дальше внутри будет суммирование, когда k и m числа неотрицательные, но при этом в сумме дают n. Так, здесь будет x в катой y в m разделить на k факториал и на m факториал. Замечательно. Что я теперь могу сделать? А я могу сделать еще простую вещь. Я могу перед вот этой суммой поставить единицу делить на n факториал и внутрь этой суммы написать n факториал. Замечательно. n факториал, где n это, как мы называем, разделить на k факториал, это m факториал, это как раз и есть число сочетания. Итак, пишем, есть сумма, когда n пробегает неотрицательные числа, единица деленная на n факториал, а здесь сумма, когда k пробегает значение от 0 до n, такой величины. Число сочетаний из n по k, x в k по степени y в n минус k по степени. Вот эта сумма, ребята, это в точности и есть биномбитона, это x плюс y в n на 10 степени. Утверждение доказано. Значит, экспонента обладает тем замечательным свойством, что экспонента от x умножить на экспонента от y, это есть экспонента от x плюс y. Все. Ну, это мы объяснились на уровне степенных рядов. Но, с другой стороны, господа, помните, что такое у нас первоначально было. Вот у нас было такое равенство. Натуральный логарифм от экспонента – это сама величина. Был такой? Замечательно. Дальше. Натуральный логарифм от экспонента – y равно y. То есть мы определяли изначально экспоненту как функцию обратную к нейтральному логарифму. Давайте подумаем, можно ли как-то вспомнить, как свойство логарифма связано вот с этим. На самом деле абсолютно напрямую. В самом деле, если эти два равенства сложить, то у меня справа получится x плюс y, а слева получится натуральный логарифм экспонента – x плюс натуральный логарифм экспонента – y. Но сумма логарифмов – это логарифм от произведения. Значит, это будет натуральный логарифм от экспонента – x умноженный на экспонент – y. Ну, господа, а это по определению, ну, крайний логарифм, потому что экспонентом у нас функция обратная, да? Вот. Ну и действительно получается, что вот это вот должно поменяться. Так что все, что называется, сходится. Хорошо.